Человеческий век Виртуальному человечку очень повезет, если смерть настигнет его в глубокой и счастливой старости. Как, например, старого хрыча Аугусто. Эх, не порычит больше Буэндия-старший на своих внуков. Смерть явилась и за ним. С планшетом. Модернизация в аду прошла не иначе. Кослявая не торопится. Что-то лениво листает на сенсорном экране. О, нашла. Обряд моментальной кремации упаковал старые кости Аугусто в милую погребальную урну. Родня прольет немало горьких слез. Глубокая старость вообще чревата неприятными сюрпризами. Мадам Катрина Гангадзе обожала утренние пробежки. Но годы не пожалели ее. Ноги ослабли, а сердце износилось. Один лишний километр по району — и все. Мотор отказал. Здоровый дух покинул здоровое тело. Но не всякому повезет почить на склоне лет. Гляньте. Спортсмен, красавец, комсомолец. И вдруг неведомая сила запирает его в спальне. А дверь где? А нету двери. Замуровали демоны. Куда деваться? Пленник стойко переносит удары судьбы. Он пробует поболтать по телефону. Да куда там? Сигнал плохой. Несколько раз ложится вздремнуть, но сон не идет. Вот. Припасенная баночка энергетика помогает собраться с мыслями. Несколько упражнений для тела и духа, чтобы заточение не казалось таким безнадежным. Только надежды-то все равно нет. Злая воля неведомого, хе-хе, существа не открывает путь к спасению. Друзья и соседи обреченного даже не подозревают, что за стеной кто-то оказался на пороге смерти. Бедолага потихоньку съезжает с катушек. Наконец, измученный организм не выдерживает пытки голодом и сдается. Да, сегодня смерть поленилась забрать душу собственноручно. Или вход найти не смогла. Можно долго спорить, что же страшнее. Погибнуть от голода или сгореть живьем. Из двух зол лучше предпочесть быстрая. Снова дух проходимец расставляет силки. Сначала отключил пожарную сигнализацию. Потом поставил жаровню для гриля прямо посреди гостиной. На ковре. К сожалению, старина Говард Ландграб купился на уловку полтергейста. Скорее, отключи газ. Эх, поздно. Один маленький уголек, и гостиная полыхает, словно форум после налета троллей. Сгорел Говард, словно мотылек. Вот и старуха с косой и явилась. Полный обряд хочет провести. Новоиспеченная вдова только собралась попросить костлявую о милости, как вспыхнула сама. А смерть не стала ждать. Схватила душу и была такова. Жену-то потушили, а вот отец семейства сгинул. Неосторожность многих лишила жизни. К чему было ставить музыкальный центр напротив унитаза? Да так, что оба сломались в один день. Возможно, это снова дело рук злого духа. Но Дон Лотарио не чувствует подвоха. Не может быть. Он босыми ногами становится в лужу и принимается чинить стереосистему. Беги, глупец! Это ловушка! Ба-бах! И магнитофон снова в строю. А Дон Лотарио таки заземлился и получил славный удар током. Не насмерть. Повезло же. В этот раз. От самого Сима тоже кое-что зависит. Например, его настроение. Если вы думаете, что настроение не может убить, думайте так и дальше. Вам же спокойнее. Стыд. Очень сильное чувство. Знаете, опозориться на публике и при этом сохранить лицо сможет не каждый. Гораздо чаще садятся... Ммм... В лужу. И вот ведь беспокойный субъект. Раскис после первого же конфуза. Ну, после второго. Никогда не мечтайте о том, чтобы провалиться под землю от стыда. Да, однажды у вас может получиться. А что же с другими, более яркими эмоциями? Да ничего хорошего. Гнев никогда не шел на пользу. Исключительно во вред. Пыл ссоры действует на сердце не намного лучше удара дефибриллятором, который, кстати, живого человека может и убить. Вот и злоба не сулит ничего приятного. Крики, брань, кровь кипит. И тут раз, приступ, инфаркт, разрыв сердца. Ну, не вынесла душа поэта. И теперь достанется мрачному жнецу, который уже тут как тут. А что сказать о радости? И такой чистой и искренней реакции на нее, как смех. Он же продлевает жизнь, но не всегда. Хохот, как вода. Если его будет слишком много, можно и захлебнуться. Вроде бы только что хихикал над дружеской шуткой, но потом смех раз и вышел из-под контроля. Вдруг оказалось, что в легких не так уж много воздуха. И вместе с последним смешком из груди исходит последний выдох. Конечно, это красивый финал жизни. Лопнуть от смеха. Да вот хочется ли сгинуть во цвете лет от старого анекдота. The Sims 4 — это не только веселые вечеринки и радостные отношения. Даже виртуальная жизнь до краев полна опасностей. Знаете другие способы угробить Сима, чтобы завладеть его домом, одеждой и мотоциклом? Поделитесь ими в комментариях. Тем, в ком силен дух Борджия, даже полное отсутствие яда в виртуальном мире — не помеха. Редактор субтитров А.Семкин